В прошлом видео мы с вами прогулялись по территории замка Шато де Триганс, где я рассказала вам, друзья, о его истории и провела небольшую экскурсию по достопримечательностям замка. Напомню, что сам замок стоит на горе у подножия, который до сих пор сохраняет свое средневековое очарование, старинная деревушка с одноименным названием Триганс. Вот туда-то мы сейчас с вами и отправимся, чтобы прогуляться и окунуться в средневековую атмосферу, и где до сих пор живут люди. Это единственная грунтовая дорога, которая выходит из замка и по которой сюда можно доехать. По пути мне попадается местное кладбище. Похоже, что это современное кладбище. К слову, заметила, что в большинстве европейских стран у могил нет оградок, в отличие от наших. Деревня Триганс, хоть и имеет давнюю историю, но в ней по сей день живут люди. Здесь есть школа, магазины, пекарни и даже свой центр здоровья. Население деревни сейчас составляет 307 жителей и с каждым годом растет. Говорят, что за последние 20 лет оно увеличилось на 33%. А вот кто-то расширяется, и материал использует современный. Но все равно все это обошлется камнем в соответствии с местным градостроительным планом. Такие планы есть во всех административно-территориальных делениях Франции, а проще говоря, коммунных. В общем, нельзя построить и оформить что-то по собственному желанию. Постройка должна быть выполнена строго в соответствии с проектной документацией данного муниципалитета. Даже при соответствии дома всем допустимым нормам можно получить отказ в разрешении на строительство из-за несоответствия внешнего вида существующей застройки по причине дисгармонии. И такие правила действуют во всех французских регионах, а тем более в местах, которые имеют историческую ценность. Например, как эта деревня. Нам в России очень не помешала бы подобная проектная документация, разработанная для каждого региона. А главное, строгое ее выполнение. Чтобы не было так, как сейчас. Кто в лес, кто под рова. И все это за высоким забором. Для меня это прям очень больная тема. Российские заборы, которые уродуют наши улицы. Ну, что-то я отвлеклась. Как когда-то очень правильно сказал Уинстон Чарчилль, народ, забывший свое прошлое, утратил свое будущее. Поэтому французы очень ценят и берегут свое прошлое. В стране создается и функционирует множество инструментов, которые не позволяют уничтожить наследие. Но при этом сами граждане, владельцы архитектурных памятников, их соседи и просто неравнодушные люди добровольно объединяются в разные ассоциации по защите и поддержке исторического наследия своей страны. А вот еще один пример. С совместными усилиями местных жителей и власти создана ассоциация самых красивых деревень Франции. Эта ассоциация была создана еще 40 лет назад по инициативе мэра одной из деревушек в попытке защитить свою и другие деревни от утечки населения и неизбежного вымирания. На сегодняшний день в эту ассоциацию входит примерно 156 деревень. Они развиваются за счет туризма, открывают отели, рестораны, появляются новые рабочие места. Кстати, в России при поддержке французов в 2014 году появилась ассоциация самой красивой деревни России. Но мне почему-то кажется, что российским властям это совсем неинтересно. Но вернемся в Триганс. Эта деревня не входит в ассоциацию самых красивых деревень Франции. Наверное, не соответствует всем критериям для вступления, а их ни много ни мало 30 пунктов. Да и, наверное, недостаточно красиво. Тем не менее, расположена она в очень популярном для туристов месте. В регионе Южный Прованс, Альпы, Лазурный берег. Недалеко находится крупнейший каньон Европы Дзювердон, имеющим мировую известность. А еще это место имеет археологическую ценность. В 2013 году в долине Джаброн начались раскопки, которые привлекли внимание археологов разных стран. Здесь были найдены разнообразные археологические останки, свидетельствующие о заселении человеком от 20 до 30 тысяч лет до наших дней. А обнаружение оружия возрастом 25 тысяч лет подтвердило присутствие в различных районах деятельность и перемещение населения, называемого как охотники-собиратели. Вот не спеша за разговорами и дошли мы до центра этой старинной деревушки. Здесь уже поживленнее. На вывеске написано «пекарня на дровах». В этой пекарне уже более 45 лет семья Бастиани печет хлеб на натуральной закваске в дровяной печи, выложенной в 1870 году. Круассаны, конечно, здесь ни с чем не сравнимые. А рядом небольшая закусочная, где отдыхают местные вместе с туристами. А вот потрясающе подстриженное дерево. Я давно восхищаюсь искусством топиарной стрижки. Франция и Италия, конечно же, занимают лидирующие позиции в этом направлении, вместе с Японией, несомненно. Вдоль улиц и в садах Европы я часто любуюсь такими деревьями. Их крона очень круто смотрится и зимой, и летом. Я долго искала в интернете, как называется такая стрижка, и, наконец, нашла. А называется она Паларинг. Вдоль наших родных российских дорог часто можно встретить обрубки тополей. Это тоже Паларинг, только слегка криворукий. Весной, когда еще не начался туристический сезон, улицы в деревне пустынны. И в этом есть особая прелесть. Можно не спеша ходить и заглядывать во дворы домов. Фотографировать. И никто не мешает. Обратите внимание, что на домах нет ни одного кондиционера. Не знаю точно, их вообще не ставят здесь или они хорошо замаскированы. Хотя толстые каменные стены домов прекрасно защищают от летнего зноя. В отеле, где мы останавливались, кондиционеров не было вообще. Но сейчас весна и не жарко. Поэтому как здесь летом, не знаю. А это продовольственный магазин Чес-Сезар, где продаются местные региональные продукты. Деревенские местные вина, сыр и местного производства, паштеты из дичи. Прошлое должно служить настоящему. Напротив магазина находится башня с часами, которая была построена в 1766 году. В таких местах всегда тянет пофилософствовать. Прошлое должно служить настоящему. Кажется, это сказал академик Лихачев. И я с ним полностью согласна. Ну вот, такая короткая прогулка получилась. Надеюсь, что вам понравилось. Далее у нас в планах Вердонское ущелье. Буду очень рада, если вы присоединитесь. Река Вердон за многие тысячелетия пробила себе русло в мягком известняке альпийских предгорий. И теперь ширина между берегами Провансальского гранд-каньона составляет до 1500 метров, а глубина почти 700. Это самый крупный каньон Европы и к тому же самый живописный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Продолжение следует...